Вы у меня на канале, меня зовут Валентина. Вот перед вами моё денежное дерево, или как правильно называется, красула. Почему оно так называется? Да, оно называется потому, что вот эти все листики похожи на копеечки, на кругленькие. Поэтому и так и стали называть денежное дерево. Ну и вообще это дерево неприхотливое деревце. Его можно даже и держать в ванне, чтобы там не убегали денежки. Поэтому можно и там поставить, оно прекрасно будет расти. Главное, чтобы не было запылённости. Деревце вот это денежное, оно не любит, когда оно покрывается пылью. Поэтому его надо частенько, хотя бы в месяц один раз обязательно его, как говорится, полоснуть. Все его листочки помыть, освежить. И он будет вас благодарить своим вот ростом. Даже и может и зацвести. Как вот видите, у меня деревце сформировано в один ствол. Вот если может видно, вот он один ствол. Потом я здесь прищипнула, и оно пошло разветвление на два. Потом, когда здесь было разветвление, я опять прищипывала, и у меня оно пошло расти боковые. Вот эти вот по бокам. И получается вот такое кругленькое деревце. Как я его формирую, чтобы оно было вот такой крон красивый. Вот видите, здесь последние листочки два. Я беру вот так вот два вместе и просто его выкручиваю. Оно выкручивается очень хорошо. Я не выбрасываю. Я эти штучки вот в горшок прямо. Они приживаются очень даже прекрасно. Сейчас покажу. Ну, смотрите, не оторвать. Я их вот на корешочек. Буквально торкнул, а потом я раздаю кому нужно, подругам своим. Вот я их много здесь наторкала. Они не сидят. Они очень даже хорошо приживаются. Вот смотрите. Деревце, которое я показывала, что я прищипывала. Вот на этом уровне я, видите, прищипнула. Вот оно. И они пошли. Вот они два разветвления. Вот оно. Дальше, когда оно будет расти, уже пустит дальше, я буду опять обрывать, и оно будет давать боковые. И пойдет дальше расти уже именно кроной такой. И будет красивое такое деревце, вот как у меня. Ствол будет такой толстенький. И разветвление. И будет форму принимать именно такую шаровидную, красивую. С этим денежным деревцем, растением, связано очень много примет. Большинство касается материального благополучия. Но кроме этого, деревце обладает еще и очень целебными свойствами. Считается, что красная шерстяная нить. Вот как у меня здесь повязаны. Вот они. Вот она, шерстяная нить. Я здесь привязала красненькие такие штучки. Это божья коровка у меня. Здесь семь точек. Значит, благополучие на семь дней. Обязательно монетка здесь заложена. Когда было посажено, оно прямо там внутри в земле. Ну и, конечно же, висит у меня в форме денежки-копеечки. Как видите, вот такое вот. Обязательно как бы украшение этому деревцу. Считается, что красная вот эта вот шерстяная нить, она защищает от неудач, бед и потерь. Приносит удачу благополучия. Вот по этой причине именно на денежное дерево и вешают красную нить. Чтобы привлекались денежки, чтобы был достаток. И у кого есть и бизнес, то был удачный бизнес обязательно в работе. Почему именно шерсть должна быть нить? Это легко объясняется. Это с помощью науки объясняется. Проще сказать. Шерсть заставляет ускориться до определенной нормы состояния приток силы. Живительное исцеление. Не только для деревца, но и для человека. Почему и человек носит шерстяную красную нить на запястье или у кого суставы болят. То же самое, вешают такую же нить, чтобы было хорошее кровообращение. Так же самое на деревце. Деревце, ведь это наше живое тоже существо, которое мы и держим дома. Замечено также, что вот это денежное дерево или толстянка, как называется, красула, сильно реагирует на состояние здоровья людей, живущих в помещении, где оно находится. Я сама по себе это знаю. Если только весеннее обострение или же осеннее обострение, у меня эта красула дает о себе знать. Смотрите. Начинают желтеть листочки. Вот они. Как только мое состояние начинает улучшаться, оно начинает прямо на глазах быть зелененьким, красивеньким. Листочки прямо кверху потом вот так вот тянутся. Поэтому я уже заметила на своем примере, что это деревце очень реагирует на мое состояние. А почему это деревце так себя ведет? Да потому что оно втягивает всю отрицательную энергию в себя от человека. Я с ним общаюсь. Он чувствует это деревце. И когда я выздоравливаю, оно тоже чувствует. И вновь превражается и радует потом своим вот этим вот красотой своей. Несмотря на огромную популярность и неприхотливость этой толстяночки денежного дерева, большинству людей неизвестны очень хорошие бактерицидные и противовирусные, также и противовоспалительные свойства этого денежного дерева. Оно не уступает даже вот именно алое, а даже еще и лучше. У меня вот, как видите, идет отложение солей на пальцах. Ну, это считается возрастное. Вот он, видите, да? Беру листочек, оторваю его. Чтобы выделился сок. Вот. И прикладываю всегда на ночь. Фиксирую вот так пластырем или бинтиком. Накладываешь вот бинтиком, фиксируешь. И спишь спокойно, без всяких проблем. Поэтому это просто лекарь для нас номер один. На своем примере, так как у меня артроз, вот второй степени, вот я беру 10 листиков, выжимаю сок и смазываю пораженные суставы, особенно на ночь, перед сном. А не только и накладываю еще кашицу на суставы, а утром потом снимаю. Этой кашице за ночь как будто бы и нет. Как будто бы наши эти коленные суставы упитали всю эту. Не только сок, но и кашицу. Очень хорошо помогает, снимает боли. И чувствует потом очень даже хорошо. Моноке часто очень болеют ангиной или танзелит, как правильно называется. Беру буквально вот таких вот 10 листочков, выжимаю сок с них, соединяю с 200 мл охлажденной кипяченой воды и ребенок полощет несколько раз в день, ну 3-5 раз. Очень хорошо помогает, сразу идет облегчение. Первый помощник при ангине. Запомните это и пользуйтесь этим. Утром встаете вы. Неприятный запах, особенно у людей уже пожилого возраста, у кого коронки в зубах стоят. Да и вообще для профилактики обязательно нужно. И язвы болеют желудка хорошо, и 12 спиртных кишек, у кого болезнь такая есть. Утром за 1 час до приема пищи взять листочек, 1 даже, ну можно и 2 толстяночки, и тщательно пожевать. Хотите, вы можете и как бы проглотить, но, конечно, нежелательно, потому что в толстянке содержится высокая концентрация мышьяк, поэтому злоупотреблять внутренним приемом этого листика нельзя. Лучше, конечно, пожевать, очистить свой рот и водовую полость, язык на языке очень много всякой гадости находится, и выплюнуть, вот, и прополоскать потом водичкой. Все. У кого сидячая работа, шофера, которые страдают геморроем, взять один листочек вот этот, его очистить, пленочку вот эту, или разрезать просто листик, и приложить на шишку на свою, или же проход. Очень хорошо заживляет и очень хорошо помогает. Ожоги неминуемые всегда, вот, или ушибы, у кого есть рамки, порезы. Приложить кашицу из этих вот листочков взять, растереть и положить на поврежденный участок. Закрепить бинтом. Менять повязку по мере высыхания. Каждых час, там, или 2-3 часа. Как будто ожога нет, пузыри не выскакивают. Это я только часть вам рассказала того, что это денежное дерево выполняет какие функции. Вы сами теперь видите, какое это денежное хорошо, не только для удачи нам, в денежном плане, но и для лечебных целей. Так что заводите себе, формируйте это деревце правильно, чтобы оно у вас именно деревцем было. Не просто гнало у вас, а именно деревце. Вот как у меня начинает вот это деревце расти. Хорошего вам приобретения такого деревца. Формируйте его, пользуйтесь не только для благополучия, но и для здоровья. Кто смотрел мой ролик, всем спасибо огромное и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok